Пятиклассник Тихон Дети хотят с луком сфотографироваться, стрелы поддержать, потереть медали на удачу. Очень приятно. Прекрасные дети. Мы детей стараемся хотя бы сегодня сделать немножечко добрее. А то, что мы сегодня увидели в классе, было два класса, пятиклассик. И Михаил Викторович сказал, глаза у всех блестели. Может быть даже потому, что очень много детей занимается спортом. Очень много. И дети сегодня понимают, что добиться результата можно только через труд. Такие уроки проводятся в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Они учат детей быть терпимее и отзывчивее к окружающему миру. Не сдаваться, как бы ни было трудно, работать над собой и своими ошибками, соблюдать меры безопасности. А главное… Не обращать на то внимание, что кто-то не поддерживает, унижает тебя. Только надо идти к своей цели и верить, что ты к ней придешь. Чтобы у ребят все получалось, Михаил по традиции передал школе свою победную стрелу. Сколько таких стрел уже подарено ученикам из разных школ не сосчитать, признается чемпион. Но, говорит, традицию нарушать нельзя. Эта стрела как символ достижения, результатов, несмотря на какие-то жизненные нерадицы. Вообще просто занятие спортом. Свой блочный лук, с которым побеждал на многочисленных соревнованиях, паралимпиец собрал прямо на глазах у пятиклассников. Кстати, этот лук единственный в своем роде. Сделан специально для Михаила. Тяжелый, но устойчивый, проверен в разных ситуациях. Ведь стать лучшим в спорте высоких достижений непросто. Михаил говорит, нужно быть готовым ко всему. Даже к такому. Даже под ливнем стреляешь, прицел водой заливается. Практически в него ничего не видно. И тебе остается 15 секунд на выстрел. И сзади кричит тренер, стреляй хоть куда-нибудь. А ты как куда-нибудь дашь десятку постараться. И приходится, куда попал, туда попал. Но попадая чемпион всегда в яблочко. Правда, таких результатов добился не сразу. Лишь тогда, когда кардинально изменил свою жизнь. Ушел из престижного офиса в спорт. И вот как началась его спортивная история. Я не умел толкать и дроги. Я не умел толком бегать. Потому что с моей массой это немножко сложновато. Но всему научили. Везде чего-то добивался по чуть-чуть. Но вот так случайно попал стрельбу из лука. И все это потянулось, потянулось. Первые медали, рекорды мира. То есть я мечтал стать хотя бы чемпионом, призером чемпионата России. А рекорды мира у здоровых спортсменов даже не мечтал. Даже никто и не верил, что это возможно. Поэтому мы и доказываем, что наши паралимпийцы даже невозможное делают возможным.